Знаете, что когда возник термин «русский шансон», Лена Камбурова сказала, чтобы никто больше не смел называть меня шансонье? Значит, вы знаете, для меня это настолько показательно. Единственная страна в мире, где тюремная субкультура стала полугосударственной. Ну это не просто так. Это совсем не просто так. 70 лет он полустроил, а вторая его приняла. И сейчас миллион человек в данный момент, каждый 14-й россиянин сейчас сидит в тюрьме. Естественно, что такая субкультура, это субкультура целой страны. Это показатель. Но на этой субкультуре воспитывается сейчас гигантское количество наших детей. Они воспитываются на Владимирском Централе, который звучит отовсюду. Они воспитываются на... Вы что потом спрашиваете, откуда взялись отморозки? Какая вам, блин, к черту, правоохранительная система справится с этим? Никакая! Ничего не справится. Потому что единственное, что формирует человека, то, что не способны понять на государственном уровне до сих пор, что человека формирует не закон, не страх наказания. Человека формирует его собственное желание. Или нежелание что-либо сделать или не сделать. Если человек желает убить, он убьет. Если он желает украсть, он украдет, и страх наказания его практически никогда не останавливал. Если он желает обмануть, он это сделает. Если он желает уколоться или напиться, как свинья, он это сделает. А вот если не желает, вопрос, который там себе не задают. А откуда берется это желание или нежелание в масштабах страны? Чем оно формируется? И вот тут мы начинаем приходить к русскому шансону, к настоящему полковнику, начинаем петь «Ах ты мармеладный мой!» и выясняем, что все это формирует тех людей, которые приходят вслед за нами и вырастают на это. Две основных вещи формируют желание или нежелание любого человека. Образование и культура. И образование и культура это обе вещи, которые сейчас в загоне в нашей стране. Продолжение следует...